В офисе или на удаленке на круговорот сотрудника в природе идет всегда. Чтобы новичок быстро приступил к работе и не отвлекался на орг-моменты, процесс подготовки его выхода можно автоматизировать. Это Аня, HR-менеджер. Найденный ею кандидат только что подписал оффер, рвется в бой и через несколько дней готов выйти на работу. Ей нужно быстро подготовить все документы и его рабочее место. Для этого она использует форму «Новый сотрудник» в Пайрусе. Для настройки этого процесса в системе Аня установила готовый шаблон. По умолчанию в нем есть все поля, необходимые для запуска подготовки рабочего места сотрудника. Но Аня решила усовершенствовать его, добавив в форму ряд новых полей и своеобразный чек-лист для оформления документов и анбординга новичка. Заполняя заявку, Аня указывает данные будущего сотрудника, его должность, отдел, дату и время выхода, и запускает процесс. Заявка переходит на первый этап. На нем руководитель нового сотрудника назначает ему куратора, указывает требования к рабочему месту, перечисляет необходимое оборудование, а также программы и приложения, после чего отправляет заявку дальше. А IT-специалист потом все настраивает. В форме он указывает инвентарные номера оборудования, заполняет чек-лист по установленным программам и вписывает почтовый адрес нового сотрудника. Рабочее место готово. После утверждения всеми участниками первого этапа, заявка переходит к отделу кадров, он займется подготовкой трудового договора. Третий этап – это анбординг сотрудника, в нем участников много. Отдел кадров и бухгалтерия заканчивает оформление всех бумаг. HR-менеджер знакомит новичка с корпоративными правилами и с коллегами. Куратор и руководитель проводят вводное обучение, чтобы сотрудник быстрее влился в работу. Когда все этапы пройдены и новичок успешно введен в курс дел, задача закрывается. Все обсуждается, решается, согласуется и контролируется онлайн, оперативно, и ни один из важных для акклиматизации новичка моментов не будет забыт. Давайте посмотрим, как Аня настроила этот процесс. К основным полям шаблона она добавила собственные, например, поле с выбором отдела сотрудника и наставника для него. Помимо оборудования, сделала таблицу для указания программ, которые потребуются новому сотруднику. Для удобства айтишника при работе с заявкой она также добавила группу полей для подтверждения, что учетная запись для сотрудника создана и ему отправлено приглашение в Pyrus. Добавила и поле для указания адреса, созданной для него рабочей почты. А еще она сделала тематические чек-листы для удобного анбординга, например, подписание документов, правила и другие. Для этого она использовала поле типа галочка много-много раз и разбила их по темам с помощью оформительского поля группа. Так у нее и получилась та форма, которую мы видели в начале. Кстати, если в вашей форме много пунктов, то ее можно сделать компактнее, разместив по несколько в одной строке. Например, поставим галочки в настройках нужных полей и расположим пункты вводного обучения на двух строках вместо четырех. Маршрут процесса Аня сделала трехэтапным. По умолчанию в шаблоне на первом этапе стоит непосредственный руководитель новичка. Аня также подключила к подготовке рабочего места куратора-наставника и IT-специалиста. Для этапа оформления документов вместо указания конкретной фамилии она создала роль отдел кадров. Так работать с заявкой сможет любой сотрудник этого подразделения, и процесс нигде не зависнет, если кто-то будет на больничном или в отпуске. На третьем этапе участников получилось много. Это все, кто задействован в анбординге новичка. Каждый из них отвечает за свою часть, и после того, как все сделано, просто согласовывает заявку, фиксируя выполнение своего блока задач. А вот и наш новичок. Он уже в офисе. Но у Ани все готово и под контролем. Еще бы, с таким-то продуманным до мелочей процессом. Сегодня вы узнали, как можно организовать подготовку к выходу и анбординг новых сотрудников в Пайрусе. Попробуйся, это очень удобно. А еще подписывайтесь на наш YouTube-канал и жмите колокольчик, чтобы оперативно узнавать о выходе новых полезных роликов о работе в Пайрусе. Если у вас остались вопросы, задавайте их прямо в комментариях, в нашей группе профессионалов на Facebook, или напишите нам на supportsobaka.pyrus.com